всех приветствуем у себя на канале сегодня с нами марина делаем расклад тема расклада тотемные растения часть 1 несколько частей снимем тема тоже не изучена будет на канале очень много по поводу тотемных растений информации я думаю что для вас тоже эта тема новая все вы слышали о тотемных животных но есть тотемные растения и так марина первый вопрос немножко сейчас расскажу да что издавние славяне например да поклоняясь и животным растениям у каждого рода было свое животное растение покровитель ритуал различные совершали это в цирительстве использовали вот сегодня мы начнем разбираться с этой интереснейшей темы и так тотемные растения также эффективно работают как тотемные животные здравствуйте роман здравствуйте зрители да стараемся ответить на все вопросы смотрите что пара восьмерочка да они тоже работают они тоже есть какие оберегательные и лечебные говорят что да они также работают то есть на все сферы жизни также их можно подбирать использовать да и четверка пентакль она тоже говорит да то растение не также можно использовать тотемные растения и животные вместе можно использовать они друг друга дополняют или в каких-то ситуациях лучше тотемное растение работает в каких-то ситуациях лучше тотемное животное работ или на можно их сочетать вместе видите здесь и тройка и паш пентакли и шут говорит о чем что это еще настолько неизведанно и не комбинирован что стол вместе они даже будут приносить больше пользы чем когда-либо да и растение можно использовать вместе с такими животными в каком виде тотемное растение человек должен носить с собой это должен тоже какая-то фигурка из какого-то камня из металла вот на шее там либо это еще в каком-то виде там должно быть фотография там живое растение там не знаю травы какие-то что там еще может быть но видите даже если мы посмотрим что эта фигурка вот подвохи мечей она говорит о том что да это тотемное растение растение будет приносить больше пользы по жрицам можно сказать что да также фотография она как бы имеет место жить она имеет место даже рисунок фотография какая-то и просто изображение все это говорит о том что да это принесет больше пользы чем вредь даже десятка мечей она тоже хотя переживание но она говорит да можно использовать растение даже на своем телефоне заставку поставить если это ваше тотемное растение в принципе это тоже имеет место жить ну а вообще самое идеальное за что форме фигурки какого-то ходит и фигурка подходит она также двойка мечей об этом говорит и рисунок и заставка и фотография на не все три карты сказали да можете и сухие сухие какие-то растения где-то можно с собой в пакетике носили приносить колоссальную пользу в мешочке где-то причем носить с собой как оберег это вообще будет просто колоссальный такой а если человеку допустим какое-то растение подходит его можно больше чаще в пищу надо использовать или это неправильно то есть там допустим добавлять в салат там не знаю там зеленый коктейль кто делает не знаю в тот же суп например вы имеете ввиду есть ну да то есть внутрь употреблять каким-либо под каким-либо видом там да там в каком-либо виде ну по отшельнику все-таки есть которые травы съедобные их нужно употреблять конечно же пищу и они вам принесут пользу почему нет не все же растения можно употреблять нужно понимать свое растение и для чего он вам может может быть если человек просит то да его нужно употреблять а если как бы вообще растение которое не идет в еду то соответственно его не нужно употреблять но все-таки это растение по отшельнику можно сказать что они для лечения очень много подходит вот видит расшельник это карта все-таки такая мудрая говорит лечение да надо при лечении лучше использовать травы или трава даже будет больше пользы вот как раз и об этом хотел спросить что если человек просит тотемное растение для помощи здоровья то как раз вот можно не только с собой носить но и использовать внутрь как бы да там заваривать там настаивать так далее вот это очень важно для понимания тотемные растения также подбираются как тотемные животные там для каждого направления если тотемное там растение для рода там не знаю там или только для семьи то точно такой же принцип как у животных или там они чем-то отличаются при подборе но тотемное растение тоже можно считать это больше как семейное видите шестерка мечей все-таки это карта передвижения ну да это для семьи это будет как оберег возможно можно просто какое-то как но это общее но колоссальная все-таки это растение будет предназначено для одного человека это будет правильно так трактовать видите растение у одного человека на всю семью такого большого здесь она не будет нести видите как стоит вот одно растение одно же один человек таки растение ну для семьи возможно но польза будет переноситься только одному человеку так же как я и сказал и здесь так же человека с кубком значит соответственно может пользоваться только один человек то есть татемные растения также подбираются строго индивидуально да соответственно это абсолютно верная информация потому что видите что полезно одному человеку но вряд ли будет полезно другим членам понимаете сугубо индивидуально как с ними взаимодействие допустим вот мы человеку подобрали например татемные растения разговаривать с ним там может быть какие-то там ритуалы есть проводить надо еще что-то делать но в отличие от животных там нет нет ну ритуал однозначно они подходят для проведения но также растение это нужно смотреть каждого индивидуально для чего есть растение и как и окуривательные и употребление в пищу и для заваривания каких-то коктейлей может также и вред нанести не знаю чем для чего но с ними надо разговаривать да принести вред они мне еще и подтвердили ну конечно же ну как разговаривать ну можете просто не попросить чтобы они вам дали больше эффекта какого-то но имена они не требуются у них свое имя имеется понятно что сиреня на сирень там какая-то там иван-чай это иван-чай все понятно просто с ними так же разговариваешь просишь попросить например как будто бы вот ну помогите мне вот чтобы болезнь может быть у кого-то ушла да или очистить какие-то свою жилплощадь возможно да или какой-то отвар чтобы быстрее помог для выздоровления ну вот такое да имеет место жить да интересно то есть подбираем индивидуально также можно видеть статуэтки а если например опять же мы разбили статуэтку например либо просто уже трава настолько высохла что там ну время сменить то есть там нужно как-то опять же как-то закапывать там не знаю там что-то там произносить там чтобы это все каких-то последствий не было откатов там и так далее ну да вот видите десятка говорит конечно же да ну просто вот например вы носили в мешочке допустим свою травку да как оберег ну вот посчитали что вот все нужно ее заменить вы можете спокойно заменить ну прикопайте и все в зимнику я думаю этого будет предостаточно уважительно относитесь к растениями и все остальное вам вселенная воздастся даже говорит король мечей это все-таки такая сильная карта падает видите защитник и насекомых и травы такой прям ярый защитник поэтому конечно же все травы даже есть которые краснокнижные нужно относиться с этим больше как уважительно это природа то есть если в природе существуют да допустим растения животные то они максимально идеально подходят человеку правильно да даже он король говорит мечей об этом конечно они все взаимосвязаны все связаны друг другом конечно последний вопрос наверное сейчас ты еще разложишь а потом еще королева падает конечно же видите даже у нее и растения за спиной и львы за спиной и здесь у нее львы все-таки человек связан и с растениями и с животными это просто мы без них никуда я не бизнес никуда мы с друг другом связаны однозначно поскольку мы уже много раз говорили что информации практически нету ни про амулеты нормально ни про талисманы обереги ни про тотемы животных в интернете в книгах ни о растениях то есть все настолько сильно запутано напутано то есть вообще ложной информации или вообще нет информации сейчас вот такой вопрос как бы да мне интересно последний в этом видео что еще карты там вселенная нам может сказать чем могут быть полезны как можем еще использовать тотемные растения может еще какая-то информация будет пока мы еще к следующем видео подготовимся создадим еще какие-то интересные вопросы вот смотрите что падает колесница справедливость и королева пентакли о чем можно это сказать колесница еще до конца конечно вселенная вот видите какой у нее шатер со звездами вселенная это вселенная право есть выбор у каждого как относиться к животному миру как относиться к растительному миру хотите вы это пользу или не хотите это ваш выбор видите вы можете выбрать можете не выбирать если вы сделаете правильный выбор по карте справедливости она вам скажет что да вам пойдет помощь если вы настроились на это у вас будет колоссальная помощь и от растений и от животных от птиц от рыб если это вам подходит вам все это будет только в пользу и у вас будет больше идти какие-то продвижения больше у вас будет получаться что-то больше у вас будет спокойствие кто-то обретет кто-то обретет какие-то знания кто-то вам поможет найти вторую половину даже и такое возможно потому что видите королева Пентакли говорит все в ваших руках есть у вас к чему стремиться хотите к растениям хотите к животным что вам подойдет просто бережно нужно относиться также к природе соответственно даже вот эта карта природы карта всего и карта вам говорит да вам если вы хотите черпать природы пользу природа вам конечно же ее даст да да здорово конечно ну будем постепенно исследовать и растительный мир и животный мир как это все помогает человеку еще раз хотел бы да повторить у многих людей эта информация вызывает там страх там недоверие там непонимание но со временем многие начнут понимать и все что заложено в природе нашими создателями этим надо пользоваться издревле наши предки этим пользовались у них были знания но знание было недостаточно поэтому эту информацию в ближайшие полгода год расширять углублять выводить это в практическую плоскость да чтобы это максимально нам помогало и мы могли все этим пользоваться благодарим Марину благодарим Вселенную создателей что вы посмотрели это видео пишите обязательно свои мысли вопросы не стесняйтесь особенно те кто недавно присоединился к нашему каналу ничего зазорного нет писать вопросы в телеграме есть еще наш канал отдельно есть лабиринты знаний подписывайтесь туда там статьи есть интересно чаще там информация раньше выходит чем здесь у нас на канале там вы можете с другими людьми познакомиться общаться ну естественно если интересует консультация личная пожалуйста обращайтесь сил развития и всего доброго увидимся в новых видео до свидания до свидания до свидания до свидания